Всем привет! У микрофона Амортиз и это обзоры мобильных игр от Mop.ua. Поехали! Самым знаменитым футбольным симулятором на сегодняшний день является серия FIFA. И как у всего достаточно популярного, у неё есть куча подражателей. Сегодняшний пациент – бесплатная альтернатива FIFA. Встречаем DreamLeague Sorgere. Графически игра напоминает любой другой футбольный симулятор, что логично, ведь она и есть футбольный симулятор. Надо сказать, графика здесь хоть и не самая выдающаяся, но довольно приятная. Футболисты все с разными лицами, тени от прожекторов динамично меняются. Правда, трибуны со зрителями нам не показывают. Наверное, разрабы не смогли достойно нарисовать толпу и решили схитрить. Что в общем-то и хорошо, как говорится, лучше меньше да лучше. Физический движок тоже неплох. Когда речь идёт о бесплатных играх о футболе, мне сразу вспоминаются десятки роликов на ютубе, в которых законы физики перестают действовать, и игроки проваливаются под землю, корчатся в странных позах и так далее. Кстати, и сама FIFA тоже этим грешит. Но тут за то время, что я играл, ничего такого не случилось. Хотя, может быть, мне просто повезло. В начале игры ты получаешь письмо о том, что ты основал свою команду. Потом, из довольно большого списка реально существующих игроков, ты выбираешь капитана для своей команды. Смысл игры, конечно, выиграть матч, забив больше голов, чем соперник. И это приводит нас к управлению. В левой части экрана расположен джойстик, которым мы направляем футболиста в нужную сторону, а справа три кнопки А, Б и С, которые отвечают за пинки по мячу и по игрокам вражеской команды. Ну, А – это сильный удар на дальнюю дистанцию, Б – на короткую, а С – подача с навесом. Кажется, так это называется. Правда, особого мастерства там не требуется, потому что боты в этой игре аж капец какие тупые. Кстати, есть режим тренировки. Она бывает индивидуальная, где ты прокачиваешь скилл одного игрока, и командная. Можно прокачать оборону, нападение, владение мечом и так далее. Естественно, всё это стоит денег, которых у тебя, естественно, в начале нет. Ну, а ещё – реклама. Она тут вылазит даже во время игры, что довольно сильно бесит. Я, конечно, понимаю, игра бесплатная, но это уже через чур. Кстати, о наглости. Если совсем обнаглеть и слишком уж явно нарушать правила, твой игрок получает красную карточку и может быть удалён из игры на несколько матчей. Так что ронять врага, в принципе, можно, но осторожно. Ну, что можно сказать об этой игре в целом? Она не такая богатая и навороченная, как FIFA, в ней меньше возможностей и больше недочётов. Но в целом она, в принципе, играбельна, так что смотри сам. На сегодня это всё. Подписывайся на нас, лайкай нас и оставайся с нами. С тобой были Николай Подгурский, Фёдор Амортис и обзоры от Mop.ua. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон.